10 вещей, которые вы не знали о бортпроводниках Вы можете обожать путешествия на самолете, а можете дрожать от страха только при мысли о них, но в одном мы уверены – всего этого вы не знали. Пора задать несколько вопросов экспертам, которые летают постоянно бортпроводникам. Авиационная промышленность существует уже давно, еще с тех пор, как братья Райт подняли в воздух свой первый самолет. И за это время она сильно изменилась. Первое время можно было считать удачей, если удавалось посадить на самолет одного человека, отправив его в короткий и очень рискованный полет. Сегодня же можно затолкать сотни спящих людей в летающий автобус и запустить его в небо на долгие часы гладкого перелета. Многие считают, что разбираются в отправлениях, полетах и взлетах так хорошо, что это для них стало не сложнее, чем встать утром с кровати или прогуляться по парку. Но сколько бы ни было у вас опыта, знание этих небольших секретов о самолетах поможет вам сделать полеты приятнее. А еще оно поможет сделать лучший день для пилота и членов экипажа, которые занимаются всем этим целый день, каждый день. Мы в Эдме не только за получение новых знаний, но и за добро, поэтому узнавайте секреты самолетов вместе с нами и пробуйте применять их для добрых дел. Номер один. Полностью мужские экипажи, остались в прошлом. А вы знали об этом? До 1930 года экипажи самолетов состояли на 100% из мужчин, включая пилотов, наземные бригады и бортпроводников. Позиция бортпроводника происходит от должности старшего стюарда на морских судах, которую традиционно занимали только мужчины. Первой женщиной-бортпроводником стала Эллен Черч. Компания United Airlines приняла ее на работу в 1930 году. Отчасти за ее специальность медсестры, отчасти в качестве маркетингового хода. Ход заключался в том, что если девушки боялись летать, то вид женщины в составе экипажа должен был убедить их в безопасности полетов. Трюк сработал, и женщины быстро захватили экипажи самолетов всего мира. За 100 лет гендерные роли поменялись, и теперь многие видят эту профессию исключительно женской. Большинство бортпроводников на сегодняшний день – женщины, хотя на борту работает и много мужчин. Все, что нужно бортпроводнику – это ответственность и приятность в общении. Раньше женщин-бортпроводников называли стюардессами, но сейчас предпочтение отдается гендерно-нейтральному термину «бортпроводник». И раз уж мы о них заговорили… Номер два. Не официанты, а помощники командира. Есть распространенное заблуждение о том, что бортпроводники – это своего рода официанты на борту самолета. Они разносят еду и напитки, раздают одеяло и подушки и в целом выполняют все просьбы пассажиров. На самом деле работа бортпроводника заключается в том, чтобы помогать командиру в салоне. Пока командир занят управлением самолетом, бортпроводники следят за всем, что происходит в салоне, выступая в роли его глаз и ушей за пределами кабины пилота. Они обучены справляться с экстренными ситуациями, в особенности с оказанием первой помощи и урегулированием конфликтов, и докладывают обо всех непредвиденных событиях командиру. Как минимум один раз в час пилоты и бортпроводники сверяют текущий статус. Номер три. Экипаж недоволен так же, как и вы. Никому не нравится менять свой график из-за задержки рейса или еще хуже, сидеть в салоне и часами чего-то ждать. Как вы терпеть не можете подобной ситуации, так и экипажей самолетов. Экипажам платят по часам, но оплачиваются только часы, проведенные в рейсе, а рейс не начинается, пока не закрыты двери самолета. Как известно, время – деньги. Если рейс задерживается, ваши бортпроводники не получают плату за эти потраченные часы. Поэтому не сердитесь на них, они так же расстроены, как и вы. Номер четыре. Не засыпайте во время взлета и посадки. Мы все понимаем. Что может быть лучше в самолете, чем сесть, прикрыть глаза еще до закрытия дверей и заснуть на все время перелета. Опытные бортпроводники не советуют этого делать. Вы не только потеряете бдительность на время инструкций по безопасности и взлета, что по статистике вторая по счету фаза рейса, когда что-то может пойти не так, но еще вам придется терпеть неудобства. Во время набора высоты из-за разницы в давлении у вас может заложить уши или пойти кровь из носа. Чтобы справиться с этим, лучше оставаться в сознании. Попробуйте пожевать жвачку или выпить воды, пока самолет взлетает. По этой же причине лучше не спать и во время посадки. Этот период полета самый опасный, как утверждает статистика путешествий компании Boeing. 58% аварий со смертельным исходом, зарегистрированных с 2004 по 2013 годы, приходится на снижение, подлет и приземление. И тем не менее. Номер 5. Спать во время полета на высоте – отличная мысль. Как только самолет поднялся на крейсерскую высоту, смело засыпайте. Это отличное решение для тех, кто боится летать, а еще оно снижает нагрузку на экипаж, оставляя ему больше времени и сил на тех пассажиров, которым действительно нужна помощь. Бортпроводники поощряют сон пассажиров во время ночных полетов, специально откладывая подачу еды, чтобы люди могли уснуть. Если вы уснули на борту, экипаж не станет вас будить при условии, что не произошла экстренная ситуация или самолет не совершил посадку. Так что у вас есть шанс выспаться. Номер 6. Курица или рыба? По статистике, большинство пассажиров на длинных перелетах чаще заказывают курицу, а не рыбу. Поскольку еду обычно выдают начиная с носа самолета, рыба может оказаться вашим единственным вариантом. Некоторые бортпроводники идут на хитрость, чтобы больше людей выбрали рыбу. Они говорят, что рыба – это особое блюдо от шеф-повара, выданное специально для этого рейса. Человека, естественно, тянет к эксклюзивным и особенным вещам, так что рыба начинает пользоваться популярностью. Если вы вегетарианец, то в последнее время авиакомпании стали предлагать неплохие альтернативы, которые могут быть хорошим выбором, если вы не доверяете мясу. Но будьте осторожны. Если в первом классе вашего рейса не предлагают вегетарианские блюда, то ваши шансы на получение альтернативного блюда значительно снижаются. Бортпроводникам может быть попросту нечего вам предложить. Номер семь. Следуйте инструкциям, а не то. На борту самолета нас просят делать или не делать целый ряд вещей. Например, бортпроводники могут попросить вас отключить электронные устройства на время взлета. Вы также наверняка услышите дежурную фразу «Просим вас вернуть сидение в вертикальное положение и сложить раскладные столики». Недавние исследования показали несостоятельность утверждения о том, что электроника может создать помехи для радаров. Однако просьба выпрямить кресло и сложить столики очень даже логичная. В случае жесткой посадки человек за вами с большей вероятностью ударится лицом об откинутое сиденье, выбив себе зубы или сломав нос. Но как бы то ни было, когда бортпроводник просит вас сделать что-то, даже если вам это кажется глупым, просто выполните его просьбу. Почему? Потому что некоторые авиакомпании предоставляют своим бортпроводникам шокеры, чтобы расправляться с дебоширами. Безопасность на борту превыше всего, и экипажу необходимо иметь возможность контролировать ситуацию. Не усложняйте им жизнь, и они не усложнят ее вам. Номер восемь. Садитесь ближе к хвосту. Выбирая места, очень легко поддаться искушению сесть впереди. Вы ближе к дверям, не нужно далеко идти, и вы не застрянете на этапе вскочить и ждать в аэропорту назначения. Когда вы стоите рядом со своим сидением и ждете, пока люди впереди вас возьмут свои вещи и выйдут. Так вот, не поддавайтесь. Вам будет приятно узнать, особенно если вы боитесь летать, что места в задних рядах по статистике гораздо безопаснее. Большинство крушений наносят значительно больше повреждений в носу самолета, а взрывы двигателей причиняют самый большой ущерб в середине салона. Большинство выживших в авиакрушениях сидели в хвосте самолета. Обслуживание в хвосте также существенно лучше, потому что все расположено рядом, в заднем отсеке для хранения. Подушки, одеяло, напитки. Пассажиры в хвосте получают все это первыми. Бортпроводникам не нужно идти через весь салон, так что они отреагируют гораздо быстрее и с большей охотой, если вы их позовете. Номер девять. Доверяйте своим бортпроводникам. Вам плохо? Вас тошнит? Зовите бортпроводника. Они все обучены первой помощи и искусственному дыханию. Они умеют лечить небольшие ранения, оценивать симптомы обычных заболеваний путешественников и даже принимать роды на борту. Но разумеется, они не профессиональные медики, и их инструктируют слушаться настоящих врачей на борту самолета. Номер десять. Советы от профессионалов. Бортпроводники обладают большими познаниями, которые помогут сделать ваше путешествие чище, безопаснее и комфортнее. Запомните следующие советы. Первый. Полы в самолетах моют не очень часто, и при этом по ним ежедневно ходят тысячи людей. Никогда не снимайте обувь на борту. По крайней мере, никогда не ходите по полу босиком или в носках. Второй. Туалеты на борту такие же грязные. Пользуйтесь ими только в случае необходимости и обязательно дезинфицируйте руки, даже если вы их помыли. Третий. Раскладные столики? Пассажиры используют их для совершенно разных целей, как письменные столы, подушки с выемкой для слюны или места для смены подгузников. Вряд ли вам захочется есть с поверхности, на которой всего час назад лежал грязный подгузник. Воспользуйтесь антибактериальным гелем и протрите столик для вашей же безопасности. Четвертый. Не произносите слова «бомба», «взрыв» и любые другие слова, связанные с терактами. Это заставляет людей нервничать и шутку никто не оценит. Кроме того, вас могут попросить сойти. Пятый. Шитье перед рейсом или в полете – это суеверие. И ни один бортпроводник не сможет предоставить вам иголку и нитку. Шестой. Многие бортпроводники ненавидят наливать диетическую колу во время раздачи напитков. В ней гораздо больше газов даже по сравнению с другими газировками. Седьмой. У бортпроводников во время полета очень мало свободного времени. Если вы хотите пить, лучше не нажимайте кнопку, а подойдите прямо к ним и попросите стакан воды. К тому же это отличная возможность размять ноги во время долгого перелета. Восьмой. Доброта возвращается. Бортпроводники оказывают лучшие услуги вежливым и обходительным пассажирам. Вам могут дать место получше. Например, у выхода, где можно вытянуть ноги. Дополнительную еду или напитки и закуски со скидкой или вовсе бесплатно. Девятый. Повторение одних и тех же действий изо дня в день превращается в монотонную рутину, и некоторые экипажи разбавляют ее забавной демонстрацией инструкции по безопасности, турами по достопримечательностям из иллюминаторов или даже танцами. Кто сказал, что воздушные путешествия должны быть скучными? Десятый. Знаете, что на самолетах тоже есть чаевые? Большинство людей не оставляют их бортпроводникам. Однако это приятный жест, показывающий, что вы оценили их труд. Удивились ли вы каким-нибудь из этих секретов? Знаете ли вы необычные факты о самолетах? Расскажите нам в комментариях и не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео и подписаться на наш канал, чтобы всегда оставаться на яркой стороне.